Ковид-19. Сейчас эта болезнь настолько беспокоит людей, что обычная температура, слабость, боль в горле и покраснение глаз становятся причиной того, что люди в страхе заражения коронавирусом. Обращаются по коротким номерам 10-03, 11-05, вызывают медицинские бригады, спрашивают, где можно пройти диагностику. Сейчас очень важно оперативно и своевременно ответить и проконсультировать население по этим темам. Через короткий номер 11-05 специалисты непосредственно отвечают на вопросы жителей, связанные с коронавирусом. Направляют больных, у которых наблюдаются симптомы заболевания, в медицинские учреждения. Дают рекомендации по лечению в домашних условиях. В настоящее время в колл-центре одновременно работает 40 врачей, медработников. Кроме того, ежедневная работа организована 24 часа в сутки, посменно. На сегодняшний день от граждан ежедневно поступает от 8 до 10 тысяч обращений. Все сотрудники, которые работают в нашем колл-центре, имеют высокую квалификацию. Большой стаж работы в медицинских и учебных заведениях. Все они прошли специальное обучение по профилактике, лечению и реабилитации в период распространения коронавирусной инфекции. Они очень внимательно относятся к каждому обращению и дают консультации на основе рекомендаций, разработанных Министерством здравоохранения. Однако, помимо этого, у граждан возникают вопросы по обращению в медицинские учреждения, сдача анализов. Для разрешения этих вопросов мы при Ташкентском управлении здравоохранения организовали работу ситуационного центра. Задачей ситуационного центра является размещение обратившихся граждан в лечебно-профилактические учреждения. То есть, если гражданин обратился в наш колл-центр с вопросом о том, что есть проблемы с его госпитализацией, или же скорая помощь не отвечает, мы тут же вводим фамилию, имя, отчество, адрес, номера мобильного и домашнего телефонов, а также все его жалобы в компьютер. Создана отдельная программа, через которую одновременно в ситуационный центр передаются все сведения. От ситуационного центра связи во все районы столицы прикреплены отдельные сотрудники. Эти сотрудники имеют прямую связь с медицинскими учреждениями, поликлиниками и отделениями скорой помощи в районе, к которому прикреплены. То есть, обеспечена возможность моментальной передачи данных об обратившемся гражданине в медицинское учреждение по месту его жительства и работающие там медицинские сотрудники в кратчайшие сроки посещают гражданина по месту жительства. И исходя из наличия или отсутствия у больного признаков коронавируса, его симптомного или бессимптомного течения, используя индивидуальный подход, оказывают оперативную помощь гражданам. Колл-центр для населения, поликлиника, региональное отделение Центра санитарно-эпидемиологического благополучия, районные медицинские объединения, ситуационный центр при горздраве города Ташкента и при необходимости больница или меры лечения в домашних условиях. Сейчас в борьбе с коронавирусом работает именно такая система. Однако в социальных сетях опубликован ряд постов о том, что медики не отвечают быстро и своевременно на обращение населения. Обратим внимание на комментарии специалистов на эту тему. Когда эпидемия только началась, в наших поликлиниках возникли естественные проблемы у врачей и граждан, которые были в контакте с заболевшими. Мы были вынуждены закрыть поликлиники, но сегодня ситуация изменилась. Сейчас Министерство здравоохранения привлекло международных экспертов, международные организации и других специалистов с высокой квалификацией для проведения консультаций и запустило механизм быстрого возобновления деятельности медицинских учреждений. Что это означает? Если в поликлинике выявлен больной коронавирусом или тот, кто был в контакте с больным, поликлиника не будет закрыта на несколько дней, там оперативно проводится проверка эпидемиологической обстановки и дезинфекция. Принимаются необходимые меры и деятельность продолжается. Всего мобильных бригад на сегодняшний день в семейных поликлиниках это 64, 11 это центральных поликлиник. И всего 75 мобильных бригад на сегодняшний день оказывают первую помощь в обращении нашего населения. В мобильных бригад на сегодняшний день работают по трое человек, это трое медицинских персоналов, это инфекционист, это врач общей практики и врач-эпидемиолог. Каждое обращение рассматривается мобильной бригадой, они идут на места, выходят и рассматривают, если у них температура, они оказывают первую помощь. Если у них на сегодняшний день есть подозрение на ковид, они дают заявку в территориальное санитарное объединение, они приходят и берут мазок. С каждым днем обращение растет, и мы планируем еще 50 мобильных бригад создать и усилить работу. На сегодняшний день у нас достаточно тестов, и если население обращается по взятию анализа, мобильная бригада выезжает на место, если мобильная бригада принимает заявку, то на следующий день приезжает бригада санитарно-эпидемиологической службы и берет тест. Ситуационный центр при горздраве Ташкента. Здесь также ответственные сотрудники со всех районов столицы круглосуточно принимают обращение населения о здравоохранении и работают над ними. В центр привлечен ряд узких специалистов, которые одновременно дают населению необходимые советы и рекомендации. В этом ситуационном центре работают 20 специалистов. Один из специалистов – это который, прикрепленный к каждому району. Это значит в городе Ташкенте на сегодняшний день 11 районов. И 11 районов они обслуживают здесь у нас по телефону. Диагноз COVID-19. Сейчас это заключение наряду со всеми отделениями центра санитарно-эпидемиологического благополучия дают и частные клиники. Но можно ли доверять анализам, если название клиники и ее печать не соответствуют друг другу? К сожалению, встречаются и такие случаи. Исходя из этого, просим жителей обращаться только в проверенные организации. Симптомы COVID-19, методы лечения, меры предосторожности, вакцина и лекарства, разрабатываемые против него – основные темы, которые сегодня в центре внимания мирового сообщества. Невозможно предсказать, кто и где столкнется с этой опасностью, как примет и перенесет ее. Но, как говорит собереженного, если мы будем соблюдать требования карантина, профилактические мероприятия, не выходить на улицу без веского повода, мы сможем в какой-то мере уберечь своих близких от этой беды. Субтитры создавал DimaTorzok